Всем привет! У нас сегодня на обзоре очередной, не поверите, как бы это странно не звучало, китаец. Но китаец, которого мы пока еще здесь не видели. Мы видели рестайл, о, в смысле, дорестайл в его состоянии. В общем, ребятки, судя по морде у нас Тесла, ну такая, которую дали леща, и она превратилась в китайца. BYD у нас здесь. Продолжение следует... Хочется начать с истории. Эта модель у нас называется очень странно. Song Plus. Почему же, почему же? Звучит, как подписка в стриминговом сервисе. Song Plus. В общем, Song Plus. Сама модель появилась в 2020 году, выглядела, конечно, по-другому. Многие говорят, что... Ну такие, знаешь, есть люди, которые... Знаешь, вот когда у тебя машина бывает, рестайлинг прошел, а у тебя еще предыдущая. И ты когда видишь новый, говоришь, не-не, ты видишь новый, говоришь, ну ничего не изменил. Моя лучшая. Моя лучшая, потому что ничего не изменил. В общем, ребят, изменилась. Во-первых, начнем с того, что морда стала глухой и тупой. Ну, тупой в хорошем смысле слова. Здесь теперь нет решетки радиатора. Она была... И, кстати, предыдущая модель очень сильно Хавейл напоминала визуально. Такая же решетка радиатора была. Здесь у нас теперь только... Здесь у нас имеется только камера. Вот. И... Слушай, ну вот эти полосочки какие-то немножечко как будто есть, но, конечно... Чего полосочки? Вот. Ну, это типа, чтобы ты не забывал, что это машина, а не пумбочка. Вот. А вот отсюда смотришь... Вот отсюда, если смотреть, то кто-то... Я даже где-то видел на каких-то сайтах, кто-то говорил, что очень напоминает Porsche Taycan. Да, я тоже хотела сказать. Но это была моя заготовка. Хорошо, ладно. Напоминает... На деле напоминает Renault Arcan. Это ее глаза. Вот, пожалуйста. Вот, который уходит вот сюда вот. Это вот... Это... Ну, во всяком случае, я видел... Я Porsche Taycan просто живьем не видел. А это Renault Arcan. Как тебе вот эти точечки беленькие? Какие беленькие точки? Это парктроники. Да нет. Это слезы. Слезки, да. Ребята, смотрите, машина... Обрати внимание, здесь машина, она сразу уже со слезами. То есть, когда ты купил, плакать начинает автомобиль. И это, знаешь, когда... Это когда у каждой машины есть такая штука. Ты же видел, когда вот большие тучные люди садятся, она такая... Да. Да, здесь загораются слезы сразу. Я плачу. Она мне напоминает чем-то. Вот все семейство Nissan Qashqai, Nissan Murano, Nissan что-то еще, Nissan X-Trail. А вот задница, вот эта часть, если вот так обрубить и оставить, то такое, знаете, нужно обмануть человека, сказав, что это рестайлинг Джили Манджаро. Так, что у нас с колесами? Значит, колеса у нас... Я быстрее, я быстрее, я быстрее. 19-й радиус. И, кстати, выглядят они достаточно круто и большие. Судя по аркам, как будто бы хочется сюда поставить что-то побольше. Но это если вы живете где-то далеко от цивилизации. Вот. И посмотрели форсаж, и потом посмотрели на свою машину, потом посмотрели еще раз на форсаж, побрили голову, выдавили ник Торетто и поставили себе вот эти вот огромные страшные колеса. Ну, конечно, почему нет? Значит, смотрите, здесь у нас в автомобиле две зарядки с двух сторон. Слева у нас медленная зарядка, вот она, пожалуйста. И такая же точно есть с другой стороны, она считается быстрой зарядкой. То есть, если вы воткнете два сразу... Разряд. Земной шар начнет крутиться быстрее. В принципе, по большому счету, внешне об этой машине говорить много и нет смысла. Понятно, из того, что важно знать, у автомобиля 307 лошадиных сил, но при этом, кстати, хочу сказать, разгоняется она от нуля до ста за 9 секунд только. Ну, действительно, где это видано? Вот это стоишь на светофоре и такой врум-врум и 9 секунд. Ну, я к тому, что для сравнения за это время разгоняется любой автомобиль... До двухсот, да, скажи? Где-то в районе 150 лошадиных сил. Да твой «Опель» также разгонится. За 10 секунд, ладно. У меня «Порш». Ну, твой вот... Твой «Порш» с кружочками и стрелочками, он разгонится. Так, у нас здесь есть камеры по кругу, они идут. Вот. 360. Кстати, о камерах поговорим отдельно, там есть свои фишечки. И открывается автомобиль с карточкой вот сюда прикладываем, он открывается к зеркалу. Не как в Тесле вот здесь. Или какой мы автомобиль? Зикор пробовали, полировали этой карточкой дверь, чтобы она открылась вот сюда, к зеркалу. Кстати, не сильно практично. Если вы, не дай бог, зеркало кокните, представьте себе, сколько будет стоить ремонт такого зеркала. Это я вам говорю как человек, который кокнул такое зеркало. Поговорим о задницах. И самое главное, что у нас здесь точно такая же история, как и спереди. Сзади такие же у нас светодиодные фары. Причем, если я не ошибаюсь, по-моему, если сейчас погасить свет и включить, здесь начинается какое-то прям настоящее световое шоу. Я серьезно, когда заводишь, тут начинает все переливаться вот так вот. И только потом загорается. Мне кажется, если она... Ну, давай попробуем, хорошо. Главное, чтобы она сейчас не поехала. А она в курсе, что надо тормоз держать? Все снимаете? Это вот первый случай, когда машина выехала из автосалона. По-другому. Приехали его поздравить. Нет? Нет, ты фары выключи. Я ее полностью стопнула. Так ты стоп и только нажимаешь и отпускаешь. Нажала, отпустила. Выключила. Включила. Прошло три дня. Ну, все, значит, сам включай. Ну как? Включай фары. Я включила. Ну где? Вот. Теперь включила. Что за приколы? Все? Уже получилось красиво? Уже вон, сотрудники детей родили. Световой шоу. Я вам обещал, его не будет, потому что что-то идет не так в этой машине. Ладно. Сзади машина выглядит роскошно, красиво, стильно. Хочу обратить внимание вот на что. Здесь есть электропривод багажника. А, вот, цена вот. Китайские машины. Они все со второго раза понимают. Вот. Это электропривод. Еще, кстати, прошу обратить внимание вот на такую штуку. Вот здесь, смотри, камера. Так. Все понимают, что камера это хорошо, естественно. Но вопрос, на кой хрен ее вытащили так вот отсюда глубоко, близко. То есть она к краю. И когда ты будешь ехать, все засрется моментально. Я, как человек, который у машины с камерой, говорю, это можно камеру уже можно не считать вообще за камеру. Что, кстати, написано? Bullet your dreams. Что значит? Build your dreams. И открылся багажник. Что это значит? Построй свою мечту. Построй свою мечту. Прекрасно. Значит, здесь у нас что? Здесь у нас совершенно неглубокий багажник. Но я так понимаю, что... А у него есть... Сейчас. Шторки. Здесь у нас есть что? Полный набор всякой-всячиной. Значит, смотри, зарядки... Кусняшки есть? Нет. Что ты там стоишь? Иди сюда. Давай снимать, что здесь внутри есть. У нас, значит, здесь есть зарядник. Еще один зарядник. Это не зарядник. Это удлинитель. То есть ты ставишь зарядку машину, удлинитель. Ты можешь чайник поставить. Я серьезно. Либо выпрямить волосы. Дайсон там свой и так далее. Дальше. У нас есть... Точно жилет? Ну, у нас есть какая-то штука. Это жилет называется. Это герметик. О, кстати, это редкий случай, потому что это первая на моей памяти машина, в которой в штате имеется свой компрессор. Но это очень круто. Кстати, очень полезная вещь. Так, давай-ка я разберусь. А, ой, ребятки. Кто-то уволок микрофон. Здесь еще микрофон есть для караллойки. Сейчас. Еще 20 минут. Его включить надо. Дорогой мой. Его включить надо. Я включила. А там надо включить? Он сам развернулся. Ты все сломал. Господи, если есть. Короче... Он у меня. Добрый день, добрый день, дамы и господа. Сегодня мы. Поставь потом звук. Всем привет, я оптимус прайм. Пожалуйста. Раз, раз. Раз, 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 раз. Ну, и бог с ним. Давай положим обратно. Единственное, что, кстати, вот есть компрессор, нету докатки. Сюда смотрите. Докатки нет. Вот и все, что я хотел сказать. Хотя, подождите. О! Включился. А почему в китайской машине... А все, тебя никто не слушает. Есть ощущение, что я на детском празднике работаю. Просто добрался до машины кого-то из родителей и делаю втихаря обзор. Дед Мороз! Короче, объясните мне, пожалуйста. Вот ты мне объясни, пожалуйста. Здесь, под всей лабудой вот этой, я сейчас подняла, там по-русски тишина написана. Это что за прикол? Это же машина из Китая. Тишина и комфорт там написано. Дальше, смотрите. Здесь у нас история какая. У нас здесь нет совершенно... Видишь, у нас порог есть. А что это за штука? А он не растягивается? Я думала, он будет как-то... Нет, это не растягивается. Это, короче, порог обычный. И еще что-то. И еще что-то. В общем, этот порог, он нужен для того, чтобы, когда ты сложишь заднее сидение, его поднимешь вверх, у тебя получится ровный пол. Это вторая полка. Итак, внутри у нас прекраснейшие китайские убранства. Во-первых, у нас есть вот такая прекрасная история, да? Где мы видели похожее? А мы недавно где-то видели, похоже. Это был Чанган. Да. Чанган же позже выйдет или раньше? Не знаю. Короче, мы видели это в Чанган. Не вопрос, когда мы это видели, вопрос, что мы это видели. И вы посмотрите. Выпуск Чанган. Никогда такого не было, и вот опять. Вот, в выпуске Чанган это и есть. Что самое крутое здесь? Что меня очень сильно удивило? Если помнится, мы Зикар когда снимали, или, я не помню какой, 001 или X-овый, там была функция такая, что можно было вот эту штуку мультимедиа сдвинуть. Вот. Здесь шагнули дальше. Здесь ты нажимаешь. В какой-то момент это снимаешь. Алло! И обратно. Вот. Это самый большой навигатор на планете. Реально. Я уже вижу, как эта машина работает в такси. И у человека вот так вот просто. У таксиста открыт навигатор. Как, чтобы оно еще проецировалось на все лобовое. Октабрск поле. Вот это вот начинается. Ладно. Из приколов. На самом деле, смотрите, автомобиль не прошит в плане языков. Но вот это первый китайский автомобиль, когда все прекрасно понятно сказал. Я не прошив, и здесь все на английском. В общем, на самом деле. Хорошо. Что? Так, рассмотрим. Хорошо. Так, рассмотрим. Материца. Hello! Короче, разговаривать можно вечно. Еще один очень интересный момент в том, что у нас имеется вот такая штука. Это микрофон. Ты хотел побаловаться. Побалуйся. Она за меня тут работает. Это может быть битбокс. Давай. Ну, в общем, у нас есть функция караоке в автомобиле. Ребята, я не знаю зачем. Я впервые это вижу тоже. Зачем в автомобиле функция караоке? Давайте, кидайте в комментарии, будем разбираться. Самый интересный вариант. Придет в автосалон на Дмитровке, сядет в эту машину и будет петь песни китайские. Обещаю. Но нам надо знать, зачем в машине караоке. Знаешь, как вот люди на Новый год... Знаешь? Как люди ездят на Новый год и из окон орут что-то там. А это еще усилить. Знаешь, это как... Нет, есть определенные люди, которые когда свадьба, они стреляют из машины, а китайцы, они поют песни. Вот, наверное, это так выглядит. Тут есть еще снежинка. Так, значит, смотрите. Дальше что у нас еще имеется? У нас... У нас здесь две зарядки. Это тоже, кстати, редкость для китайцев, когда обе зарядки рабочие. Так. Заряжается. Заряжается. Реально, рабочие две зарядки. Ключ от автомобиля в виде карточки. Подстаканники. Нормальные. Большие, мать его, подстаканники. Наконец-то. Большие подстаканники. Ну, как говорится, размер не имеет значения, поэтому есть вот такой отросток в виде селектора коробки передач. Мы долго думали, где здесь старт-стоп? Где здесь старт-стоп? Нету старт-стопа. Представляете, ни у машины нет старт-стопа, думали мы, пока не выучили китайский. Оказывается, вот кнопка есть. Вот он, здесь старт-стоп. Скромненький спрятался. Обычно же как, да? Старт-стоп вот с эту панель в машине. А тут скромненький спрятался. Значит, дальше у нас есть... Ну, в принципе, кстати, редкий случай. У нас появились вот такие кнопки, которые вы должны, по идее, включать и выключать кондиционер. Вот, пожалуйста. Да, есть. Ой, смотри, а это, кстати, всё. Это большая кнопка. Прикинь. Реально круто. Ну, правда, красиво. Вроде как сенсорная история, но она физическая, то есть ты её нажимаешь, и она приятно нажимается, кстати. А вот эта штучка что делает? Это звук. Вот он, пожалуйста. Ты можешь вот так вот. Вот. Это навигация. Хорошо, что она рядом. Режимы. Мне на самом деле очень нравится, что... Волшебная палочка. Что это не монолитные панели, что есть вот козырёк, как в старые добрые времена. Ну, я с тобой... Как минимум, не будет светить. Я с тобой соглашусь, потому что вот когда я видел у автомобилей просто вот этот экран, он начинал прям... Я не знаю почему. Мне казалось, как будто недосказанность какая-то есть. Даже вот эта вот бандура, она меня смущает. Я не знаю почему. Она здесь как будто, знаешь, вот даже по этим штукам видно, как будто её здесь и не должно было быть. Просто в какой-то момент человек такой... И ещё вот он. Ну, мы ошиблись. Поставили. Ну, ну пусть она крутится, она будет удивлять. Вот так. У нас здесь всё отделано кожзамом. Этот кожзам достаточно, ну, говорят, хорошего качества. И вообще, кстати, по отзывам предыдущих пользователей BYD, они хвалят то, что здесь никогда ничего не трещит. Давай попробуем найти детали. Нет, это твои пальцы. Здесь реально всё... Вот, смотри, ну, прям, ну, правда. Ну, 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 ну. Нет, ну, правда, и без шуток. Я вот сейчас вот мы всё пытаемся расшатать. Даже в Чангане вот эта болталась штука на этапе только-только-только с конвейера. Вот. Здесь бардачок. А забавно, что он такой прошит вот здесь? По локоть. По локоть. Ты прикинь? Ну-ка, давай. Можно на монтаже сделать так, что она туда пропала? Я закрыл и говорю, пойдёмте к следующей машине. Вот. Здесь ещё есть такая штука. Я пытаюсь понять, что это такое, потому что... Вот мы пробовали. Нет. Ну, как будто бы это должна заряжать карточку. Но нет. А, подожди, поменялась подсветка. А, она просто меняется. В общем, напоминание о том, что у вас машина 21 века. Так, что ещё здесь хочется отметить? У нас огромная, достаточно большая панорамная крыша. Тёрненький потолок. Люк. Всё чёрненькое, да. Это тоже прекрасно. Тканешка, но это хорошо. Лампочки вот здесь вот есть маленькие. Ты знаешь, что я хочу тебе сказать? Здесь ничего лишнего нет. И здесь вроде как... Ну, кроме... Здесь вроде как и достаточно хорошая музыка. Сейчас я, подожди, найду, где я тут включал её. Вот, послушай. Тихо. А это ещё не настроен даже звук. Это ты? Это ты? Это ты? Это ты? Это ты? Я думал, это ты? Это ты? Это аудиокнига, может быть? Вот, музыка... Вот, я серьёзно, на самом деле... Да застынитесь, дайте поговорить. Короче, музыка в этой машине не самая ужасная. То есть, хочется отметить, что по звуку, если его отстроить, если заставить китайскую женщину замолчать, вот, да простят меня все китайские женщины, то получится очень даже хорошо. В принципе, как и в российской машине, когда женщина молчит, музыка всегда звучит хорошо. Сзади. Смотрите, сзади офигенно комфортно. Объясню за счёт чего. За счёт того, что у тебя перед глазами вот такая достаточно интересная красота. Ну, правда, красиво выглядит. И ёмкость вот эта вот. Ну, ёмкость это бесполезная, но в целом всё равно... Симпатично. А это, по-моему, держатель. Если нет, ну, хотя здесь есть. Ну, вот, кстати, я с кольцом. И если вот так несколько раз поделать, всё, потом придётся менять эту штуку. Ну, это, опять же, я придираюсь, конечно. Вот. Выглядит всё очень сзади круто. Ну, правда, мне нравится сзади. Есть у нас карманы. Климат. Воздуховоды. Да. Всё как надо. Так, самое главное. Премиальность автомобиля. Мне нравится подсветочка тут. Ну, она бесполезная, если честно. Ну, и что? Ну, во-первых, в одном стиле, а во-вторых... Ну, да. У нас есть подлокотник. У нас есть подлокотник. Значит, эту машину покупать точно можно. Я вот, знаешь, на тебя смотрю и думаю, как-то спинка откинута. Но вместе с этим я-то сижу тоже на этой спинке. Очень удобно. Как будто полулёжа, но... И огромное расстояние. Вот на этом сиденье сидела я. И замечательно. Давайте честно, подводя итог, хочется сказать следующее. Что мы хоть и пытаемся найти какие-то изъяны, потроллить этот автомобиль. Но объективно это машина, в которой всё, вот правда, всё на своих местах. Здесь ничего лишнего. Здесь очень комфортно сзади. Здесь даже есть зарядки. Здесь всё есть. Здесь всё хорошо. Визуально глаз вообще не режет ничего. Конечно, люксовости вот этой фирменной, как там в Zikr, её нету. Но это и не ведро какое-то. Вот серьёзно. То есть не стыдно сидеть в этом автомобиле. Не стыдно даже сзади ехать. Потому что он действительно классный. Красиво. В общем, ребят, если хотите его протестить, милости просим в автосалон на Дмитровку. Микрофон вам выдадут. Каравоки включат. И вас определят быстро, если вы захотите угнать этот автомобиль по каравоке, вас быстро найдут. Но если серьёзно, машина находится здесь, в автосалоне. Можно протестить её. И, в принципе, посидеть и понять вообще, что это такое. У меня лично, у тебя как ощущения? Нет, даже тут как бы-то в спорткаре. Ну вот. Красиво. У нас очень хорошее впечатление от этого автомобиля. И, наверное, было бы классно, если бы именно вот такие машины заполняли столичные дороги. И очень хочется верить, что она надёжная. Ну, потому что все владельцы предыдущей BYD модели, ну, то есть этот же Song Plus, только дорестайлинговый, они все хвалили за надёжность автомобиля. Посмотрим. Будем надеяться, что всё так. Один. Есть.